В этом выпуске вы узнаете о том, что будет с вывозом мусора в Новосибирской области, какая улица вошла в число самых дорогих в России и как проходят субботники в регионе. Смотрите далее. Губернатор Андрей Травников потребовал в кратчайшие сроки наладить работу по вывозу мусора. Напомню, что с 20 апреля коллектив одной из транспортных компаний объявил забастовку. Как итог, вал жалоб горожан на состояние контейнерных площадок. К региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. И, как говорится, до сих пор кулаки еще чешутся. Но абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников, жертвовать их комфортом ради урегулирования каких-то коммерческих разногласий. Оператора это никак не оправдывает. Как говорится, взялись за работу, взяли на себя ответственность, решайте вопросы как угодно. Коммерческие, некоммерческие, но резервы у вас должны быть. Забастовка сотрудников компании «Экотранс-Н» коснулась правобережья мегаполиса. Не вывозили 3000 контейнеров, всего их в Новосибирске 8400. Сегодня на оперативном совещании руководитель компании «Экология Новосибирск» заверила, что проблемы решаются, хотя и с трудом. Октябрьский район и Дежинский район приступила к обслуживанию спецавтохозяйства. Они отладили собственные маршруты. По информации главы администрации Дежинского района, их замглавы в Дежинском районе, ситуация тоже стабилизирована. Есть сложности в Октябрьском районе. Сейчас с утра отправили специалистов, которые осуществляют контроль-мониторинг от регионального оператора по товариществам собственников жилья и по управляющим организациям для дублирования ключей по шлагбауму. Красный проспект в Новосибирске вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России. В рейтинге, составленном консалтинговым агентством, сравнивали 56 городов. Отмечу, что в исследовании не учитывались столичные Москва и Санкт-Петербург. Ключевой показатель – стоимость аренды коммерческих помещений на Красном проспекте. Она в среднем составляет 20 тысяч рублей за квадратный метр, что является третьим после Казани и Нижнего Новгорода показателем среди городов-миллионников. По данным исследования, на главных торговых улицах арендаторами чаще всего выступают банки, магазины и заведения общественного питания. В общем рейтинге стоимость аренды в Новосибирске оказалась равна ценам в Хабаровске, Владимире и все том же Нижнем Новгороде. По словам экспертов, рынку стрит-ритейла не грозит кризис. Ожидается лишь кратковременное снижение ставок и низкая ротация арендаторов. Под эскетимом запустили машину землетрясений. Она может вызывать естественные колебания почвы. С помощью этого виброисточника ученые исследуют изменения в слоях земли и устойчивость в разных объектах при катаклизмах. Екатерина Стывком подробнее. Радиоинженер настраивает аппарат, выбирает силу сейсмических волн и время работы виброисточника. Магнитуда искусственного землетрясения сегодня 7 баллов, разрушительная для городской среды. Стоя рядом с аппаратом, я буквально чувствую, как подо мной трясется земля. Что и неудивительно, ведь мощность машины равна взрывчатке мощностью 3-5 тонн. Ученые ставят на землю стакан воды. Колебания видно невооруженным глазом. Через 10 минут машину выключают и собирают данные о состоянии почвы. Станция сейсмологов находится в лесу, в полусотнях километров от эскетима. Как минимум раз в неделю здесь проводят опыты. Снизу желтые – это силовые камеры. В них вращаются дебалансы. И они создают все вот эти колебания. И вот эта вся система со средой входит в резонанс. Самая дальняя точка приема сейсмических волн – 400 километров от источника вибрации. Ученые изучают, как быстро передаются колебания, от чего зависит их скорость, как ведут себя горные породы. Это залог успешного прогнозирования землетрясений. Эксперты следят за активностью земной коры от Байкала до Урала в режиме реального времени. За это время, которое сейчас, в Новый год, 24 тысячи прошло землетрясений. Микро и больших тоже. Новосибирская область сейсмически спокойная. В год обычно происходят до нескольких десятков микроземлетрясений. Природные колебания почвы, техногенные, улавливают вибрации, сейсмографы. Они зарыты под землей на глубине 15 метров. Задачи у нас такие, чтобы создать технологии увеличения дальности регистрации вот этих вибросигналов. Так, чтобы до Байкала просвечивать этим вибратором, от Байкала до сюда тем. Это сколько? Тысячи? Это тысячи километров. Сейчас ученые совершенствуют технику, делают ее более чувствительной для приема сейсмических сигналов и разрабатывают новые методы обработки данных. Екатерина Стывко, Евгений Павлов, Новости ОТС. В Новосибирской области стартовал весенний субботник. В нашем регионе традиционно приводят в порядок улицы и дворы несколько дней. Свою лепту в уборку города вносят и политические партии. Представители КПРФ наводят чистоту во всех районах города. Свой участок у коммунистов есть и на территории сквера Монумента Славы. Это знаковое место для всех жителей Новосибирской области. И здесь всегда должно быть чисто и уютно, говорят участники субботника. Нас уже возле дома все поубирали. И сегодня я вышла, смотрю, уже возле другого места, возле других домов уже убирают. Ну, в общем, все настроены сделать город чистым. Когда заходишь, и тут все это чисто и красиво и очень приятно даже. Правительство Новосибирской области получит 2 миллиарда рублей дополнительных федеральных средств на ремонт региональных автодорог. Об этом сообщил зампред Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства формируют перечень объектов, на которые летом выйдет дорожная техника. Федеральная поддержка позволит перераспределить существующие лимиты, направить ресурсы на ремонт муниципальных дорог, в первую очередь в Новосибирске. В преддверии 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Новосибирской области, выплатят по 5 тысяч рублей. Эти средства будут выделены из регионального бюджета. Сегодня в Новосибирске и районах области живет больше 7 тысяч ветеранов. Из них 401 человек – участники инвалиды войны. 195 – жители блокадного Ленинграда и 189 – бывшие узники концлагерей. Остальные 6 тысяч являются тружениками тыла. Единовременную выплату перед Днем Победы получат все перечисленные категории. Отмечу, что в этом году из средств областного бюджета уже было выделено 23 миллиона рублей на покупку 9 квартир ветеранам, а также 5 миллионов на ремонт жилплощади. От забавы до незаменимого помощника так менялось отношение новосибирцев к электросамокатам. На заре кикшеринга в мегаполисе была одна фирма-поставщик, а сегодня их три. Парковочных площадок несколько сотен. Для многих этот транспорт стал альтернативой автобусам и недешевым такси. Тем не менее, будущее электросамокатов под угрозой. Кикшеринговые компании не могут договориться с мэрией о парковочных местах. И пока что за аренду занимаемой земли не платят. Если не начнут, мэрия планирует самокаты изымать. Люди тем временем уже вовсю катаются и расставаться с двухколесной вольницей не хотят. Надеются, что стороны найдут компромисс. Они более мобильные. Ну, имеется в виду, на автобусе вот так быстро не доедешь, как на самокате. На автобусе можно встать в пробку, а на самокате нет. Не, ветерок, конечно, драйв. Классно прокатиться на самокате. Перекладыванием бизнес-рисков на рядовых покупателей занимается сейчас большинство ритейлеров. И неважно, о чем речь, техника, автомобили, товары, народного потребления. С февраля по апрель большое количество новосибирцев, заказавших и оплативших свои покупки, либо остались без них, либо вынуждены доплачивать крупные суммы. Есть ли управа на таких продавцов, разбирался Дмитрий Белькевич. Сказать, что житель Бердска Сергей Клоков удручен, это не сказать ничего. Военный пенсионер решил сделать подарок сыну на новоселье. 25 февраля заказал и купил в популярной сети магазинов бытовой техники и электроники посудомоечную машину. Доставку назначили на 14 марта, но груз не прибыл. Мы дождались 16 числа, позвонили в магазин, они сказали, товара нет, приезжайте за деньгами. На следующий день мы поехали в этот магазин, составили заявление. За вас, брат? Нет, заявление следующим характером, то, что раз такой модели нет, давайте нам другую модель с такими же характеристиками. Но, как заявили в магазине, все аналоги подорожали минимум в два раза и стоят уже не 40 тысяч, а около 80. В итоге Сергей остался и без денег, и без товара. Отказ мотивирует тем, что эти посудовоечные машины сейчас дороже, и вот эту вот разницу они не могут, так сказать, оплатить. То есть вот пришло от них официальное письмо. Обманутый покупатель обратился к юристу. Тот уже собаку съел на защите прав потребителей. У него в производстве находится уже несколько подобных дел. Говорит, это классика жанра. Изменился курс валют, изменились ценники в магазинах. Даже на те товары, что уже находились на складах. Алгоритм действий эксперт предлагает такой. Человеку нужна все-таки посудовоечная машина. Этот подарок додавить все-таки до конца, а не сделать это просто обещанием. Подать иск, накрутить туда все, что только можно, и вынудить их привезти эту посудовоечную машину человеку прямо домой. Сумма иска может достичь 100 тысяч рублей. Это магазину невыгодно, но Сергей считает, что если продавец пойдет навстречу, то отчасти требований ИСЦ откажутся. И оставят, например, только компенсацию морального вреда. Потому что так поступать не по-человечески. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Новости ОТС. Около 900 человек примут участие в традиционной эстафете памяти Бориса Богаткова в Октябрьском районе. В этом году старты легкоатлетов посвящены 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревноваться в скорости и ловкости будут школьники, студенты, сотрудники предприятий Октябрьского района, а также представители ТОСов. Дистанция эстафеты расположится на Михайловской набережной. Команды будут стартовать от колеса обозрения, а длина круга превысит 6000 метров. Участники разделены на 5 групп, 4 по возрасту и специальная категория среди представителей бизнеса. Любительские команды, показавшие лучшие результаты в соревнованиях, будут представлять свой район в городской эстафете памяти Александра Покрышкина, которая состоится 9 мая на площади Ленина. Клещи активизировались. В Новосибирской области зарегистрировано уже 44 случая покусов членистоногими. Это на 69% больше, чем в прошлом году. Главная причина такой активности клещей – погода. Быстрый исход снега и теплые дни в начале апреля привели к их раннему пробуждению. Агрессивнее всего крабососущие ведут себя в Новосибирске и Искитимском районе. Здесь врачи зафиксировали 14 и 11 случаев покуса соответственно. При этом, по словам главы Роспотребнадзора региона, пока не зарегистрировано ни одного случая заражения людей клещевым энцефалитом. В ведомстве напомнили о мерах предосторожности, профилактических прививках и необходимости противоклещевой обработки территорий. Экзамены для выпускников 11 и 9 классов проведут в доковидном режиме, то есть без диктата поправок на пандемию. Об этом сегодня заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. В помощь организаторам ЕГЭ и ОГЭ будут интернет-технологии. Однако и при этом, как подчеркнул глава региона Андрей Травников, вопросы безопасности первичны, теперь уже информационны. Украинские нацисты, загнанные в угол, будут при поддержке западных спецслужб кусаться, как они пытались зимой в самый тяжелый период эпид-подъема обрушить медицинскую информационную систему. Наверное, следует ожидать, что будут атаки и на систему проведения ГИА. Поэтому просьба и все меры безопасности информационные дополнительно предпринимает. 11-я городская больница больше не коронавирусный госпиталь. С сегодняшнего дня она работает в штатном режиме и принимает пациентов со всего Левобережья. Напомним, это медучреждение целых два года было основным ковид-стационаром. Екатерина Стывко с подробностями. А дышка есть? Беспокоит вас? Давайте посмотрим сатурацию. Пульмонолог Наталья Целищева внимательно осматривает пациентку. Говорит, хоть коронавирус издает свои позиции, расслабляться нельзя. Сегодня доктор работает в обычном приемном покое, а всю пандемию спасала жизни в красной зоне. Начало эпидемии. Тогда у нас, может вспомнить, стоялись палатка, даже две оранжевые палатки. Тогда был самый максимальный прием и лежало около 700 человек. Многие пневмонии протекали молниеносно, особенно у молодых людей от 30 до 50 лет. За два года врачи поставили на ноги около 10 тысяч коронавирусных больных. Причем у многих пациентов были и другие патологии, которые тоже приходилось лечить. Операционные не пустовали. Они поступали с ковидом, но сопутствующие, то есть осложнения. И вот эта патология, то есть это и аппендицит, и холецистит, и непроходимость. Были в зачистных костюмах, оперировать было тяжело. Несколько недель больницу готовили к приему новых больных. Демонтировали шлюзы, проводили генеральную уборку. О том, что здесь был ковид-госпиталь, уже практически ничего не напоминает. Палаты отмыли, продезинфицировали, кислородные концентраторы убрали на склад. Уже завтра в хирургическое отделение начнут поступать профильные пациенты. Терапия, урология, эндокринология. Больница теперь оказывает полноценную медицинскую помощь по всем профилям. Правда, одно ковид-отделение в медучреждении все-таки оставили. 30 коек, на всякий случай. У нас сейчас 7 человек. Это те пациенты, которые тяжелые, кто остались. Мы не можем их пока выписать, они находятся там. И не исключено, что будет им поступление именно диализных больных. Он плюс с инфекцией с ковидом. На сегодняшний день в Новосибирске остались 3 ковидных госпиталя. Для взрослых в больнице номер 4 и инфекционной для детей в Мочище. Екатерина Стывко, Евгений Агеев, Новость ОТС. К этой минуте у меня вся информация о развитии событий. Расскажем в следующих выпусках. Оставайтесь на ОТС. Редактор субтитров А.Семкин